Образ благочестия русского человека Тот, который действительно был собирателем не только монашества, но и всего духа Исторический момент, он сыграл такую большую роль в жизни целого народа Великий молитвенник и заступник земли русской Подобный Сергий — это всемирно известный молитвенник, подвижник, игумен В каждом храме висит его икона, и люди, наверное, молятся, обращаются к нему Значение его всем известная Куряковская битва благословил Дмитрия Донского на Куряковскую битву Один человек мог, в общем-то, вокруг себя собрать целый народ И, наверное, это ему удалось, благодаря его молитве, благодаря его жизни Наверное, его сердце болело за людей, и поэтому он объединил Русь Читая его житие, то есть поражаешься его понвигу, его суровому понвигу Все в его жизни, все эпизоды говорят о его таком подвижническом образе жизни О его любви к Отечеству, к простым людям Добывал пропитание, трудился человек, которому он там сооружал, по-моему, дверь Он работал несколько дней топором, очень такой тяжелый труд выполнял И как плата за это был хлеб, который уже был испорчен и сухой Этот хлеб принял, как от самого Бога, помолился, и смирение меня всегда потрясает Князья поссорились там, и был у них конфликт, и он пошел и примирил этих князей Я вот так представляю, что это, наверное, было непросто, потому что князья – это были люди, такие, облеченные властью И которые, в общем-то, они в какие-то, наверное, моменты могли не посчитаться с монахом Он утвердил особенный такой вот устав монашеской жизни, общежительный монастырь Преподобный Сергий и его ученики утвердили, ну, как минимум, треть монастырей по всей Руси Тот путь монашества, который он избрал, который он не оставил Даже когда святитель Алексей, его друг, вот предложил ему быть его преемником На кафедре московских митрополитов Преподобный он хотел все-таки быть наедине с Богом Знаю несколько человек, они и весьма благочестивые люди И такое у них хорошее патриотическое чувство И такая вот ревность по Богу, к угождению Мне как-то вот это напоминает Какие-то черты вот в личности Преподобного Мне кажется, что есть и мирские люди, которые очень кроткие, у которых молитва глубокая, высокая, сильная Может быть, даже самые-самые заурядные люди проживают, может быть, вообще величайшие такие И близость к Богу и величайшие такие переживают мгновения, какие-то святости даже Но, к сожалению, это только мгновения Может, Преподобным Сергеем все-таки эта благодать, она была такая более, может быть, явственная и более действенная Она, может, дала силы, дала толчок такой для, не только для него, для его личной жизни, но и для тех, кто вокруг был него Сергий от нас чает высокий, да, и поэтому вот мы не должны спускаться до низости какой-то человеческого вот этого обывательства, да, и все-таки высоко держать марку православия в нашей службы церковной, да, нашего какого-то достоинства Я думаю, быть внимательным друг к другу, любить Бога и людей ближних Он непосредственно является покровителем для меня и, конечно, основным наставником, молитвенником Ну, это мой святой покровитель, и я, конечно, стараюсь обращаться к нему за помощью Лишь однажды Господь меня сподобил быть у его мощей, служить в божественной литургии, быть в лавре и побыть с монахами Вот здесь, в Минске, учился в Белорусском национальном техническом университете Сидел однажды, готовился к зачетам каким-то, вот уже точно не помню, но очень много, такая большая подготовка была От усталости прислонился к стенке, и тут как будто меня вот кто-то большое такое вот вливание сил почувствовал Как будто я отдохнул хорошо, и у меня так ум прояснился, я оборачиваюсь обратно, а я головой коснулся иконы преподобного Сергия Лично для меня, как действительно тот святой, который строго относится к твоей жизни Я была в лавре, вот, ну, ощущения после посещения были какого-то трепета, полноты, хочется молчать после этого Какие-то бывают крупицы такие, ты в жизни сталкиваешься, проживаешь, наверное, моменты какой-то близости Божьей, такой близости Его благодати И потом эти моменты, они служат такими отправными точками, которые помогают тебе вообще дальше жить Одной из этих точек была встреча с преподобным Сергием не в житии его, не просто в каком-то таком, а именно вот, когда я посетил лавру, когда я был у его мощей Когда в первый раз попал в Троице Сергию Лавру, в Радонеж, это просто такое ощущение было необыкновенное внутри, такой радости, которая наполняла душу И мы, недостойные его соименники, носители его святого имени, конечно, вот, пытаемся что-то сотворить Мы, видя высоту его служения Богу и людям, конечно, всегда остаемся в должниках Главный добродитель, к которому стремился сам преподобный и учил своих учеников это смирение Хотелось бы подарить это смирение, но, наверное, лучше попросить у преподобного поделиться его высотой смирения, любви к Богу Строится такой на подворье женском храм в честь преподобного Сергия Этот храм еще в стадии таком, как бы, начала, в общем-то, строительства, там только сруб делается Но у меня есть такая мечта, что если будет, если Бог даст, то поучаствовать, может быть, в том, чтобы благоукрасить этот храм Может быть, написать какие-то иконы туда, но если Бог даст И это будет своеобразным таким, может быть, каким-то и подарком для него, и прежде всего, наверное, и для меня Может быть, побывать еще раз в лавре, показать ему, что я тоже делаю усилия, стараюсь, несмотря на все тяготы Попросить его, чтобы не потерять веру, что имеешь Я и хочу обратиться к преподобному, чтобы его молитвами Господь меня укрепил немощного Вот в этом главном служении моей жизни, именно служению Богу и ближнему, тем более в качестве священника Научиться тоже смирению, кротости, то есть не злобе, долготерпение Хотелось бы как-то, наверное, свое исправление, в каких-то своих грехах, которые ты долго не можешь побороть Как-то действительно не на словах, а на деле как-то начинать меняться Подарила бы я ему величание, то есть я могла бы ему успеть получить, ну, чтобы он был со мной рядом просто Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!